Эволюция души Наверное одна из самых больших загадок человека Давайте посмотрим на это с мистической точки зрения Может быть это покажется вам даже разумным Прежде чем человек стал человеком Он был камнем, минералом, даже атомом Но тогда он конечно еще не был человеком Но имеется ввиду, чтобы дойти до определенного уровня Исходя из того, что нет ничего бездуховного И все пронизывает божественная энергия Все это результат преображения Все это результат совершенствования и преобразования Поэтому все формы, которые мы видим и считаем их неодушевленными Они может быть являются еще пока неодушевленными в том понимании, которое мы думаем Но по-своему во всем есть жизнь То есть божественная во всем Там еще может быть нет разумности Но божественная там есть Когда-то и тот же человек Был неосознающим, не понимающим Даже вот эти зачатки души Еще не были Но все равно Вот эта Крупица души Она была В том далеком, далеком, далеком Прошлом Проходила все стадии И те молекулы, которые нас окружают Те минералы, камни и все такое прочее Когда-нибудь Тоже будут душами Они пройдут всю эту эволюцию Это бесконечное время Человеку трудно это понять Человек даже не может себе представить Сколько требуется времени На это все Но это бесконечный процесс Но тут надо помнить Что все совершенствуется и все преобразуется Это главный процесс Исходя из этого Можно понять единство всех вещей Отсюда возникает И понятие любви Почему нужно любить Все Почему нужно любить Ближнего Почему нужно любить Даже врагов своих Потому что Все божественно Просто на какой-то стадии Несовершенно Чтобы человек мог увидеть Чтобы мог понять Его наказывают Как ребенка Наказывают Чтобы он понял Но это есть Исходя из любви Но более совершенный родитель Он может быть Не грубо наказывает А он пытается показать А он пытается показать Другими способами То же самое Более просветленный Он не отвечает злом на зло А он пытается по-другому показать Порой даже подставляя себя Но если Плохой человек Не понимает Тогда ему на пути попадается Такой же несовершенный Где он получит Как бы По пашке Как говорится И это будет Как бы Следствием Того Что он совершил То есть Если он плохое сделал Просветленный Его мог простить Но он не понял То есть Он мог исправиться И Возвыситься Но он Этого не понял Тогда Создаются условия Где еще Хлеще ему дадут Или Что-то с ним Произойдет в жизни Где он получит Свой урок Таким образом Мистицизм Души Мистицизм Перевоплощения Очень трудно Понять логически Как душа Переходит Из одного Предмета В другой Одному Богу известно Но надо Помнить Только одно Раз Все Совершенствуется Преобразуется Назад Дороги нет Кто бы вам Не говорил Что вы Опять будете Какими-то Присмыкающими Такого уже Не будет Достигли Уровня Человека Все Есть много Способов Вас научить Правильно Жить Но Уже Назад Вы не сможете Быть Животным Вы уже Достигли Разума И никто Не может У вас Того уровня Разума Который Вы достигли Отнять Вы будете На этом Уровне Разума И как бы Религии Некоторые Не говорили Что вы Станете Животным Там Или Кто бы Пойдете 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 Радуются Радуются Плохой Человек Будет В аду Но В любом Случае И тот И другой Вернется Обратно Чтобы Достигнуть Царства Божия Надо Понять Что Рай И Царство Божие Это Разные Вещи Рай И Ад Это Временное Явление Как бы Говорится Исправительная Колония И Отдых Души Переосмысление И Потом Опять Шанс Идет Другой А вот Царство Божие Оно Уже Все Как бы Это Достижение Единение Это Еще Называется Вхождение В поток То есть Человек Входит В поток В единый И Становится Тружеником Бога Это Прекрасная Работа Можно Выбирать Место Работы Чем Заниматься Помогать Другим Душам В какой То Области Развиваться То есть Развивать Какие То Способности Но Уже Исходя Из Сознания Единства Это И Сын Божий Который Уже Может Дальше Совершенствоваться Ум Развивается У человека Сознание Оно Расширяется Человек Развивал Ум Достиг Предела Дальше Уже Все Идет Разум Сознания А сознание Оно Не развивается Сознание Оно Расширяется То есть Видение Человек Выходит На Видение И Там Происходит Расширение Его Сознания Как У Людей То есть Человек Уже Вышел Из Животного Царства Перешел В Человеческое Царство Ну Один Развит А другой Не развит То же самое Там То есть Вошел Сознание Единства Стал Сыном Божиим Но в то же Время Еще Такой Только Первые Шаги Как Говорит Сделает Тоже Еще Есть На этом Уровне Такое Человек Рождается То Мужчиной То Женщиной Он Проходит Все Эти Стадии Он Должен Понять Как Мужские Качества Так И Женские Качества Приобрести Потому Что Совершенный Человек У него Все Эти Качества Развиты То Есть Человек Приобретает Рождаясь Мужчина Или Женщина Определенные Качества То Есть Человек Должен Быть Совершенным И Поэтому Он Проходит Множество Разных Стадий Поэтому Аналогию Можно Проводить Во Все Есть Одно Как Мудрецы Говорят Многие Религии Объясняют Рождение Человека По-разному Все Что Мы Там Видим Нужно К этому Образно Относиться Если Религия Утверждает Что Бог Согнал Человека Якобы Из Рая Я Бо Сказал По-другому Что Бог Дал Возможность Людям Познать Себе То Есть Не Надо Бога Делать Каким Жестоким Изгоняющим Из Рая Надо Помнить Что Бог Это Всегда Любящий При любых Условиях Каким Бы Кто Ни Был Бог Всех Любит Для Него Нет Понятия Зла Потому Что Он Абсолютная Любовь Это Прежде Всего Нужно Понять И Всегда Иметь Это В В Виду Исходя Из Этого Нужно Строить Всю Концепцию Как Иисус Сказал Должно Прийти Соблазн Должно То Есть Существует Эволюция Существует Эволюция Развития Это Тоже Естественный Процесс Все Совершенствуется Может быть Извращение Пути Можно Сбиться С пути Но В итоге Все Идет К совершенствованию Бог Может Дозволять Человеку До Определенного Момента Сходить С пути Если Это Более Низшее Существо То Ему Дозволяются Какие То Вещи Потому Что Это Еще Неразумное Существо И Как Только И там Бог Его По Своему Ведет Создавая Условия Различные В жизни Чтобы Тот Потом Все равно Выходил На Другую Ступень И Выходя На Другую Ступень Опять Таки Что То Разрешается Что То Запрещается И Так На Любом Уровне Что То Разрешается Что То Запрещается Пока Человек Человек Не С С С С Единым С Единым Богом То Есть В Нас Содержится Все Все Элементы Которые Мы Проходили То То есть Человек Впитал В себя Все Эти Элементы И Так же Как Человек Не Может Думать О Чего Не Существует То Что Нет Не Может Быть В Мыслях И Не Существовать Просто Это Все Находится В Более Таких Мистических Формах То есть Образах Формах Неважно В разных Стадиях На разных Уровнях На разных Планетах Это Все Фантазия Так Работает И И Идет Все Это Из Общего Источника Информации Эта Информация Эти Мысли Образы Исходя Из Того Что В Человек Есть Все Элементы Его Развития Которые Он Проходил Берем Это За Основу Мы Видим Что В Человек Есть Минералы Там Какие То Там В В общем Даже Вот Такие Простейшие Вещи Как Таблица Менделеева Так Назумаемая Это Все Развитие Души На самом Деле Как Бы Это Странно Мне Показалось Как Бы Нам Не Казалось Странным Но Там Уже Было В этих Во всех Элементах Таблицы Менделеева Возрождение Души Ну Если Мы Берем Ближе К Человеку А В Человеке Много От Животного И Самое Грубое То Что Мы Можем Видеть То Человека Много От Даже Даже Если Посмотреть Еще Чуть Подальше Там Можно За растениями Пронаблюдать О жизни Растений Кто Занимается Мы Видим Что У Растений Тоже Есть Некие Рефлексии Притягивающие Друг Друга То есть Растения Могут Соединяться У них Тоже Есть Своего Рода Любовь Но Это Все В таком Несознательном Виде То же Самое Как У Животных У Них Есть Рефлексы Инстинкты Им Может Что То Нравится Или Не Нравится Но Это Если По Человечески Объяснять Хотя У Них Там Все По Другому То То есть Они Не Понимают Что Такое Нравится Не Нравится Только Человек Только Ум Когда У Человека Зародился Ум Он Начал Понимать Что Такое Нравится Что Такое Не Нравится И Отсюда Человек Начал Своё Развитие Сознательное И Вот Весь Этот Процесс Перевоплощения Никто Не Знает Как Он Это Бог Делает И На Человеческом Уровне Понять Этого Нельзя Наверное На Просто Если Человек Это Понял Он Наверное Влез В Эту Сферу Со Своими Представлениями О Продлении Жизни Так Называемой Со Своими Интересами В Этой Области Поэтому Ему Запрещено Туда Лезть И Человек Этого Не Знает Но Это Как Факт Это Существует У Человека Есть Свободная Воля Соответственно Мы Видим Что Каждый Человек Рождается С Индивидуальным Развитием У Одного Более Развитие Интеллект Более Такой Получше У Кого Чуть Похуже У Кого То Духовные Сферы Более Развитые У Кого То Материальные Наклонности Это Тоже Все Развитие Единственное Что Тут Надо Понимать Что Для Чего Все Это Дано Для Но Это Все Для Самосовершенствования И слияния С Богом Это Нужно Всегда Помнить Не Нужно Думать Если Человек Родился И И он Как-то Шустро В Материи Ориентирован Это Высокоразвитый Человек В Духовном Мире Все Наоборот Это Значит Человек Еще Не Прошел Много Стадий Он Еще На Стадии Находится Познание Материи То То есть Как раз Духовный Мир Путь Самосовершенствования Высокая ступень Считается Духовное Развитие Но Должен Сказать Что это Не значит Отделенная От Материи Жизнь Тут Можно Сказать Выделить Несколько Аспектов Первый Аспект Это Карма Ну Деятельность По русски То есть Отсутствие Привязанности К той Деятельности Той сфере Которую Вы делаете Второй Аспект Это Жнание Йога Знание То есть Знание Законов И Третий Аспект Пхакти То есть Путь Чистого Служения То есть Все Как бы Во имя Единой Жизни Делать Таким Образом Человек Может Трудиться В любой Области Кармически Но Не привязываясь К своим Плодам То есть То что Идет Само Собой То Человек Принимает Но Он Не должен Это Делать С точки Зрения Грабительской Конкуренции То есть Конкуренция Должна быть Естественной То есть Чем лучше Он делает Своё дело Тем Бог Его Как говорится Награждает И Не важно Как там Люди К этому Относятся Любой Истинно Духовный Человек Истинно Просветленный И живущий В материи Человек Который Занимающийся Даже Обычными Делами Делает Просто Своё дело Наилучшим Образом И Бог Видящий Тайны Воздаёт Ему Явно Из Точки Зрения Что Нам Говорят Про Рай И Ад Это То же Самое Что Нам Говорят Очень Часто Про Перевоплощение У Индусов Про Перевоплощение Говорится Что Душа Если Она Плохо Как-то Живёт Она Становится Как бы Переходит В Животное Тело Это С точки Зрения Ни Разума Ни С точки Зрения Эволюции Никак Не Может Соизмериться Это Мистика В том Что Помните Всегда Идёт Эволюция Вот Человек Может Быть В Каких-то Условиях Которые Он Заслужил То есть Последствия Идут Но Это Не Обязательно Что Он Должен Вернуться В Животное Состояние Назад Уже Нет Дороги Когда Человек Стал Уже Человеком Он Не Может Возвратиться Уже Назад Он Может Топтаться И Как Говорится Извращаться Ну Покруг Докол Как Говорится Ходить Но Это Будет Рано Или Поздно Все Равно Ему Нужно Будет Сделать Что То Двигаться То есть Бог Заставит Его Как Ребенка Заставляют С помощью Если Любовью Заставляют Чем То Стимулируют Вот Так И Многих Людей Стимулируют Там Рай Плохих Людей Пугают Адом Но На самом Деле Тоже Пусть Не радуются Плохие Люди Даже Если Рай И Ад Это Все Временные Вещи И Все равно Придется Возвращаться На Землю Где Есть И То И Другое На самом Деле Но Отрабатывать Все Придется Любые Злодеяния Они Дергают Человека Просто В определенную Среду То есть Человек Может стать Инвалидом Попасть В какие То Такие Ситуации Если Он Плохо Себя Как То Ведет Кого То Обижает То есть Создадутся Условия Где Он Будет Ограничен И Будет Страдать Так же Относительно Того Как Он Наносил Страдания И Также Добрый Человек Хороший Человек Все Получит Тоже По заслугам Что Касается Последнего Этапа То Это Уже Осознание Единства Всего Сущего То Нет Ничего Бездуховного Все Духовно Это Последний Этап Человеческого Развития Когда Человек Пройдет Этот Этап Он Выйдет На новый Уровень Можно Назвать Это Сверх Человека Исходя Из того Что Человек Войдет Станет Сыном Божьим Так как Он Сольется С Богом Сознает Единство Сольется С Богом Соответственно Он станет Тружеником Бога А раз Он станет Тружеником Бога Вселенная Она Бесконечна Работы И Совершенствования Очень Много Выбирать Можно Всем Кто Чем Хочет Заниматься Все Что Угодно Путешествовать По планетам Нам Хочется Путешествовать В теплые Страны Нежица Но Это Еще Круче Путешествия Ну И Дела Конечно Более Крутые Это Работа В Боге То есть При осознании Единого Бога Приобретении Как бы Звания Как говорится Сына Божьего Начинается Истинная Работа Пока Было Совершенствование Станет Такая Хорошая Работа Работа По душе Пока Мы Движемся Таким Материальным Интересом Потому что Ум Он Материален Благодаря Ему Как бы Мы развивались Но потом Как бы Он Отпадет Будет Видение Видение Медитация И так далее Все Что Человеку Дается Человек Должен Воспринимать Как Ему Дается Для Познания Он Не должен Это Присваивать Себе Он Должен Понимать Что Бог Проверяет Как Он С этими Вещами Будет Обращаться Если Ему Дана Должность Бог Смотрит Как Он Обращается Со Своими Работниками Или Как Он Уполняет Своё Дело Если Человеку Дается Богатство Также Бог Смотрит Как Человек Обращается С этими Деньгами На Что Он Их Тратит Как Он Распределяет Их Может Родиться Опять Уже В Богатой Семье Ему Не Нужно Будет Как Б Зарабатывать Самому Родиться В Богатой Семье И Уже Он Дальше Будет Развиваться И Распределять Эти Богатства Если Он Будет Достоин А Если Не Достоин То Заново Ему Придется Несколько Раз Пройти Еще Раз Посвящение Как Снизу Подняться Наверх Снизу Подняться Нюансы Пройти Если Он Повторно Будучи Двоечником Не Пройдет Тогда Он Может Родиться Просто И Не Подняться А Жить Уже Будет Все У него Разваливаться Чтобы Он Не Предпринимал Не Будет У Него Как Б Толку Никакого Высший Пилотаж Это Духовность Как Бы Там Не Считали Некоторые Материалисты Поэтому Ничего Не Бой Здесь Главное Что Можно Тут Сказать Это Мотив Мотив Должен Быть Чистый Бескорыстный Возвышенный Любящий Желающий Блага Всему Мотив Очень Важную Роль Играет Когда Внутри Чисто То Все Чисто Что Бо Вы Не Делали Помните Об этом Это Мотив Бог Более Шире На Все Это Смотрит Не Как Человек То То же Самое Что Поступайте Так Хотели Бо Чтоб С Вами Поступали В Этом Весь Закон И Пророки Как Иисус Сказал Так Таким Таким Образ Когда У Будет Внутри Чистый Мотив Вы Будете Не Привязываться К Плодам Деятельности Своей Обретя Все Эти Знания О Божественном Пути О Божественном Самосовершенствовании Вы Поймете Что Бояться Нечего Жизнь Бесконечна Душа Бессмертна И Все Такое Прочее И Все Что Вы Сейчас Делаете Это Временный Этап Если Вы Будете За Это Цепляться Так Или Иначе Вы Потом Рано Или Поздно Поймете Что Это Все Бренность Поэтому Просто Совершенствуйтесь Просто Находитесь В Процессе И Еще Некоторые Восточные Религии Проповедуют Так Называемое Просветление Какое Это Как Уход Я Вам Скажу Так Царство Божие Внутри Вас Если Его Достигнуть То Вам Уже Никуда Не Надо То Вы Уже В Царстве Божьем Все Совершенствуйтесь Радуйтесь Дальше Уже Будет Ваш Выбор Вот Придет Время И вы Скажетесь Я Больше Не Хочу Быть На Земле И Все Пока Вас Рына Земле Притягивает Ничего В этом Страшного Нет Значит Вы Что-то Не Познали На Земле Ну Покружитесь Вы Повертитесь Поймете Какие-то Брянные Вещи То Что Вы Недоработали Но Вы Не Сможете Перепрыгнуть Даже Если Вам Говорят Что Там Какой-то Рай Или Какая-то Нирвана Нирвана Это Гармония Обратите Гармонию Внутри Это Как Царство Божье Оно Внутри Вас Она Не Где-то Она Внутри Вас И Будьте Счастливы В этом Суть Эволюции Души И Принцип Самосовершенствования То Что Бог От Вас Хочет Будьте Совершенны Как Бог Совершенен То Стремитесь Бог Говорит Совершенствуйтесь Стремитесь Это Не Значит Что Вы Будете Как Бог Но Вы Каждый Раз Будете Приближаться К Нему Его Законы Это Есть Он Сам Даже Следуя Законам Вы Уже Слушаете Его Это Его Законы Это Его Речь С Вами Все Знаки Все Законы Все Пути Это Он С Вами Говорит Попробуйте Это Увидеть И Вы Познаете Бога Вы Увидите Его В Этом Не Рапщите Никогда Поймите Он Вас Ведет Во Благо И Пытается Вам Всегда Помочь Стремитесь К Совершенству А Совершенство Не Знает Предела Поэтому Слишком Не Радуйтесь Ну И Не Слишком Огорчайтесь Всему Свое Время Придет Время Все Остальное Узнаете А пока Совершенствуйтесь На своем Месте Будьте На своем Месте Но Будьте В гармонии Живите В любви Единении И Будьте Гармоничны Внутри Себя Это И есть Нирвана И Царство Божие На Земле На Земле И Вне Земли Оно С вами Будет Везде Где Бо Вы Небали Если Вы Раз Достигли Этого Оно Уже Никогда Не Покинет Вас Продолжение следует